Всем доброго времени суток. Сегодня будет такой подкастно-бардхёртное видео. Я буду, скажем так, поливать грязью современной игровой индустрии. Но, как бы, цель не совсем такая. Меня многие спрашивают и на стримах, и в дискорде некоторые спрашивали, и в комментариях постоянно спрашивают, почему я не играю в современные файтинги, как бы, я фанат жанра, почему я их не покупаю, почему я их не играю, почему я их не показываю. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать в сегодняшнем видео, но я все-таки это выскажу. Я хочу привести несколько примеров конкретных, чтобы вы поняли мою точку зрения. То есть, да, все упирается, конечно, в деньги, а именно в маркетинговые ходы, скажем так, современного игростроя. Начнем, давайте, с Street Fighter V. Просто он, как бы, один из самых именитых. То есть, для тех, кто не в курсах, объясню ситуацию. Street Fighter V вышел давно. У него, кстати, до сих пор смешанные отзывы в Steam, ну ладно. То есть, 16 февраля 2016 года. Три года ему уже прошло. Три года игре. На старте игра была, что называется, bare bones. Там было всего 16 персонажей. Там не было даже банального аркадного режима, не было режима истории. Не было ни хрена. Только мультиплеер, тренировка и выживание. Причем мультиплеер работал через жопу. Ну, как обычно-то на старте бывает. Пришлось доводить его патчем. И игра стоила полноценные 60 баксов. Фулл прайс. У нас в Steam она стоила 2000. То есть, Capcom считала, что это как бы полноценный релиз. Это полноценная игра. Сейчас, конечно, ситуация уже другая. Версия Street Fighter V уже другая. Ее уже допилили. Это, конечно, бесспорно. И сама базовая версия продается сейчас по гораздо более низкой цене. Это я не спорю. Но факт остается фактом. Вы все равно будете покупать огрызок. Грубо говоря. Ибо DLC тут. Сами видите, какая ситуация с этими DLC. В этих DLC есть все. И персонажи, и костюмы. Ладно, хоть историю эту идиотичную раздаю бесплатно. На этом хоть спасибо. Но все равно я отказываюсь покупать Street Fighter V. Я как бы уже сколько? Пять раз покупал Street Fighter IV. То есть, я купил в свое время Street Fighter IV. Потом купил Super Street Fighter IV. Потом купил Street Fighter Cross Tekken, который на движке Street Fighter IV был. Потом купил Ultra Street Fighter IV. А потом еще, когда я купил себе 3DS, я купил еще и Street Fighter IV для 3DS. Поэтому у меня 5 четвертых Street Fighter. Спасибо! Мне хватило Capcom. Я не собираюсь больше покупаться на вашу хрень. Это я не говорю про то, что они отмазываются, мол, все это можно заработать внутри игры. Там же очки получаете, когда вы побеждаете. На эти очки все эти костюмы и персонажи можно купить. Почти все. Персонажи можно всех купить. Костюмы, ладно, черт с ним. Это косметика. Можно на них забить. Вот. Но, как это, недавно Capcom делали неделю, на неделю свой Street Fighter бесплатно. Полностью. Я в него играл. И я видел своими глазами. То есть, я не вычитал это в интернете. Я не наслушался каких-то хейтеров. Я в это играл. Я это видел. Я это познал, так сказать, сам. Как медленно там накапливаются эти самочки. Это гриндить можно будет до старости, чтобы купить все эти делости, чтобы хотя бы всех персонажей займить. То есть, это издевательство натуральное. Для того, чтобы с вас побольше денег выдрать. Возьмем, к примеру, другого крупного издателя. Намку. Да, Tekken 7. Да, он сейчас по скидке. Всего лишь 600 рублей. Но вы не забывайте, что вы опять же таки получаете всего лишь пол игры. Грубо говоря. Опять же таки огрызок. Грубо говоря, 9 персонажей вынесено в DLC. И с одной стороны, некоторых персонажей я могу оправдать. Например, Ниган, Ноктис или Гис. Я могу их оправдать. Так как они совершенно новые персонажи. На них нужно потратить много времени и денег на их создание. Нужно нанять актера, чтобы сделать motion capture. Нужно нанять аниматоров. Нужно нанять озвучку. Нужно нанять программистов, чтобы все это дело сделать. Я это понимаю. Это как бы окупается. И я только за, скажем так, новых персонажей. Особенно я был рад Гизу Хаварду. Но это не отменяет того факта, что Джулия Чанг, Армор Кинг, Крейг Мардук, Лей Вулонг и Анна Вильямс — отдельные DLC персонажи. Которые стоят по 200 рублей каждый. То есть, грубо говоря, 5 персонажей вам опойдутся в косарь. Пять персонажей. При условии, что сама игра что-то рублей стоит. По скидке сейчас. Вам не кажется, что это немного неравноценно? И я знаю, зачем они это сделали. Я прекрасно понимаю, зачем они это сделали. Потому что они прекрасно понимают, что эти персонажи любимыми фанатами. Многие ими играют. И они прекрасно знают, что они заплатят за них. И вот это, на мой взгляд, по-скотски. Еще одним примером такого является Soul Calibur. Он сейчас стоит full price еще пока. Но DLC у него уже есть. Причем Season Pass еще на косарь. И не забывайте, что это 50% для нас скидка. У нас как бы цены адаптируют. Но здесь получается непонятка с персонажем тирой. Ее объявили еще до того, как игра вышла. По-моему, где-то месяца за два до того, как игра вышла. То есть, у них было достаточно времени, чтобы вставить тиру в основной ростер. Но нет, они этого не делали. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что фанатам этот персонаж заходит. И что его окупят. То есть, вы понимаете, к чему я клоню? То есть, смотря на Soul Calibur сейчас, вы можете представить, чем он станет где-нибудь через год. Вот именно вот этим он и станет. И с текеном они ведь не закончили. Я готов поспорить, что еще будет пачка персонажей DLC. Как бы ситуация не слишком красивая. То есть, да, сама игра стоит всего 600 рублей. Вы можете ее купить. Но опять же таки, вы покупаете огрызок. И хотите купить полностью игру? Платите еще деньги. Давайте взглянем на другого, скажем так, представителя файтинг-фауны. А именно, контору Arc System Works. Возьмем их не Geltiger. Да, здесь тоже полно DLC. Но согласитесь, цены-то по-божески как бы уже. Это раз. Во-вторых, сама игра-то уже как бы вышла тоже в 2016 году. Причем, кстати, позже Street Fighter V. Но почему-то раз стоит всего 500 рублей. Безо всяких скидок. Да, кстати, Tekken 7 вообще-то технически вышел в 2015 году. Но в 2015 он вышел на аркадах. И до Капа он добрался, по-моему, в 2017. Да. Но это просто, чтобы вы имели в виду как бы ценовую политику некоторых студий. Другой пример. BlazBlue. Последний их не CrossDuck Battle. Вокруг него бугуртили знатно, когда его только анонсировали. Потому что половина ростера персонажей было вынесено в DLC. То есть, когда его анонсировали, они сказали, что в игре будет 40 персонажей. Но по дефолту их будет только 20. 20 других... Пардон. 20 других это DLC. Но, во-первых, они игру сделали всего лишь в 30 долларов. Но у нас, опять же, цены немножко понизили. То есть, они заранее вам говорят, что, мол, мы продаем половину игры. Стоимость половины игры. Остальное покупайте, если хотите. И, как видите, три персонажа. Одна пачка из трех персонажей стоит всего 133 рубля. То есть, это... Сколько получается, если разделить на три? Меньше 50 рублей за персонаж. Как по мне, это вполне логичные цены. Вполне адекватные. Хотите, покупайте. Хотите, нет. И опять же таки, сама игра стоит... Нет, не сказать, что слишком дорого. И игра свежак. Она прошлого года. Свежак относительно. И это приводит нас к речи о самом главном. Dead or Life 6. Которая вышла буквально четыре дня назад. Три. У нее уже смешанные отзывы. И мне интересно, почему. Давайте разбираться. То есть, игра Full Price. Две тысячи. Ну, у них 60 баксов. О! И что же мы видим? Season Pass 1. То есть, возьмем в голову только то, что это только первый Season Pass. И он уже стоит полторы тысячи. И это полторы тысячи у нас. То есть, у них он стоит 93 доллара. Я уже посмотрел. То есть, основная игра 60 баксов стоит. А Season Pass 93. В полтора раза больше. Полтора! Давайте же взглянем, что мы получим в этом Season Pass. 62 костюма и два новых персонажа. за цену в полтора раза больше самой игры. Перебор? Или нет? Или это нормально? Ладно, давайте посмотрим, что же мы за персонажей получим. И оба-на! Мы видим интересно знакомое имя. Майша Рануэ из Fatal Fury Slash Kino Fighters. Да, вы еще не забывайте, что она в пятой части была Делси. У меня вопрос. Какого хрена вы второй раз продаете того же самого персонажа в качестве Делси? Причем, ладно. В пятой части они сделали в отдельном Делси. В общем, 180 рублей стоит сейчас. А здесь они запихнули в Season Pass. Какой же второй персонаж мы получим? А черт его знает. Мы не знаем, какого второго персонажа мы получим. То есть, они даже сами не определились, за кого они будут драть деньги. Окей. А, да, еще не забывайте, что два костюма. Да, это прямо вот очень важно. Особенно если учесть, что, по крайней мере, в Dead or Life 5 так было, что когда выходишь в онлайн, твоих костюмов не видит никто, кроме тебя. Дел выдает, как говорится. Ну, у нас есть еще Digital Deluxe Edition. Еще есть предзаказ. Бонус за предзаказ. Давайте посмотрим, что у нас тут. Бонус за предзаказ. Один персонаж и один костюм. Ну, костюм, конечно, спорный. Персонаж New Tango. Ну, довольно интересный персонаж, как бы, для меня. В пятой части я играл. Забавная вещь была. То есть вы хотите мне сказать, что если я не предзакажу, мне придется еще и New Tango отдельно покупать. То есть она не входит в основной ростер. И также не входит в основной ростер Phase 4. Не считая еще вот этих вот костюмов дофига. И это уже на старте. На старте! И чтобы вы прекрасно понимали, вот те люди, которые собираются покупать Dead or Alive 6, чтобы вы прекрасно понимали, что вам грозит, скажем так. Давайте посмотрим на Dead or Alive 5. О, бой! Да! 24 тысячи 500 рублей. И сама игра стоит 700. То есть 25 тысяч за Dead or Alive 5. Именно за полностью Dead or Alive 5. Со всеми... Там два персонажа, Делсишник, как я уже сказал. Майшрана и еще один. И все остальное это костюмы. 25, сука, тысяч за цифровую копию, копию, полную копию игры. Понимаете? То есть если вы хотите в кавычках полный экспириенс, вы должны купить все эти Делси. Если вы покупаете игру за 700 рублей, написано как бы Full Game. Но этот Full Game, это нихрена не Full Game, вы уже прекрасно понимаете. То есть, если в случае с Soul Calibur, или Blaise Blue, или Street Fighter 5, вы покупали огрызок, то в случае с Dead or Alive 5, или с Dead or Alive 6, вы покупаете веточку, на которой висит это яблоко. Это как бы вам предупреждение, тем, кто хочет купить Dead or Alive 6. Что вам грозит? И да, я понимаю, что костюмы это всего лишь внешние параметры, которые многих могут не интересовать вообще никак. Я не спорю. Я даже с этим согласен. Мне тоже на костюмы, если честно, насрать. Но согласитесь, приятно, когда ваш персонаж выглядит. Это раз. Когда выглядит так, как вам нравится. Раз. А во-вторых, всего лишь каких-то, может быть, 10-15 лет назад, я помню, были времена, когда костюмы были наградой за то, что вы играли в игру. Вы проходили, скажем так, аркаду за этого персонажа, и вам давали новый костюм. Вы проходили еще раз, вам давали еще один, новый костюм. То есть это подстегивало игрока играть дальше. А здесь с вас требуют денег за это. Как бы, я даже не знаю, что сказать. Спичлесс. И в качестве примера, в качестве примера хорошей, скажем так, политики DLC, которую я хотел бы вам показать. То есть, Dead or Life 5, ладно, он немного... Я не спорю, игра хорошая. И пятая, может быть, и шестая тоже хорошая. Пятую я хотя бы купил. То есть я сейчас не со своего аккаунта зашел, я просто с браузера смотрю. Пятая у меня есть. Я в нее играл. Она хорошая игра, я не спорю. Шестая, может быть, я не играл. Я не собираюсь ее покупать. Я уже, думаю, я достаточно доходчиво объяснил, почему я не собираюсь ее покупать. Даже если отбросят, например, существование Guilty Gear и Blaze Blue и других игр, кстати, которые издает Arc System Works. Давайте взглянем на игру под названием Senran Kagura Burst Renewal. К чему я это все? Dead or Life все-таки, несмотря на то, что это хорошая игра, опять же таки, я повторюсь, согласитесь, она все-таки не в той весовой категории, скажем, с Текеном 7 или Стритфайтером 5. Это немного разные вещи. Dead or Life 5 все-таки, ну и вообще вся серия Dead or Life, все-таки выпячивает, сами знаете что, вперед. Фан-сервис. То есть она выделяется, в первую очередь, в фан-сервис. Опять же таки, повторяю, это отличная игра, но выделяется в первую очередь для мейнстримовой аудитории, она в фан-сервис. То же самое можно сказать про Senran Kagura. Она настолько выделяется фан-сервисом, что многие эту игру вообще, многие эту серию, целая серия игр, обходят ее вообще стороной. Настолько стороной, что они посмотрят на скриншоты и скажут, а, блин, тут кроме сисек ничего нет. Хотя на деле у меня эта игра есть, я ее купил за фолд прайс, между прочим, безо всяких скидок. 725 рублей. И она хороший слэшер. Да, это не DMC, это не God of War. Но это вполне хороший бюджетный слэшер. Не забывайте, 700 рублей всего же стоит. И да, здесь тоже полно DLC. Но, оба-на, давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Бесплатно, 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 бесплатно. Причем это не только костюмы бесплатно раздаются. Тут и полноценные персонажи бесплатно раздаются. То есть вот, пак из трех персонажей раздается бесплатно. Я это к чему? Я таким макаром уже 11 персонажей бесплатно набрал Насколько я понял, как они делают Они типа каждую неделю Крутят вот эти вот бесплатные То есть, например, вот эти два DLC Мне достались бесплатно То есть, каждую неделю они меняют Какие DLC платные, какие бесплатные И эта игра, между прочим Стартанула, по-моему, в феврале А, нет, 22 января 2019 года И этих DLC там не было На старте было только вот эти два DLC Все остальное, то есть, они допиливают игру И дают возможность игроку Все это забрать бесплатно Если вы подловите момент Если нет, можете купить И опять же таки Вот, пожалуйста, еще одна пачка персонажей Тоже бесплатная Сейчас, между прочим То есть, завтра они могут быть уже платные Вот эта пачка персонажей уже платная Три персонажа, 200 шатт рублей То есть, как бы, посмотрите на Модель вот этой Вот этих разработчиков То есть, на старте игра стоит Явно не фулл прайс Сколько? 20 бакс По тамошним Параметрам И частично DLC Раздают бесплатно Периодически Взять Детора Лайф Которая выделяется То есть, вот если Сенран Кагура выделяется на фоне DMC и God of War Тем, что она фансервисная Но при этом Среднего пошива, скажем так Слэшер То есть, слэшер-то хороший Но Признаемся честно Это бюджетная игра То Детора Лайф Это, по сути Та же самая аналогия Это бюджетный файтинг С фансервисом Который выделяется Своим фансервисом Но он почему-то стоит Так, где Детора Лайф 6 Но он почему-то стоит Фулл прайс То есть, все 60 баксов И еще имеет наглость И с вас требовать Еще 90 баксов За два сока персонажа И еще 60 с чем-то костюмов И вот после этого Меня люди спрашивают Почему я не играю В современные файти Потому что я не хочу Покупать огрызок Это раз Потому что я не хочу Чувствовать себя обманутым Это два Потому что, блин Даже взять тот же Детора Лайф 5 Как называется Последний апдейт Этой игры Ласт раунд Последний раунд Они, когда портировали Эту игру в стим И когда выпускали Вот эту версию Они сказали Что все Это последний апдейт Больше ничего не будет Но вместо этого Они продолжали Клепать DLC И ладно Черт с ними С костюмами Я на них забил Это можно забить Но они добавили Еще двух персонажей Маши Рану И Нау Торо Ли То есть, по факту Они меня обманули Я специально Не покупал Детора Лайф 5 Потому что я знал Что будет Вот эта вот доильная Я ждал Вот именно финальной версии Я дождался Этой финальной версии Я ее купил Потому что Я думал Что это финальная версия И меня обманули То есть Первое Я не хочу быть обманутым Второе Я не хочу быть ограбленным Я не хочу покупать огрызки Это относится вообще К игровой индустрии В целом Но вот на файтингах Это видно Просто Просто В лоб тебе Это бросается Причем Файтинг Это нишевый жанр Это не 90-е Когда файтинги Делали Каждая контора По 5 штук В год Сейчас Это нишевый жанр Это не Call of Duty Это не Battlefield Он не может собирать Столько денег Столько бабла Поэтому С одной стороны Я как бы понимаю Оправдываю Вот например Того же Текен Что они делают Такую фигню Но с другой стороны У вас не так уж Много фанатов Ребят Одумайтесь Рано или поздно Вам это стукнется Наукнется Скажем так Вам это стукнет По лбу Рано или поздно Народу надоест Это доильнее Как бы Street Fighter 5 Это наглядно показывает У него до сих пор Смешанные отзывы И Не только потому Что Street Fighter 5 Стал конкретно Плохой игрой Значит Многие отмечают То что он хуже Street Fighter 4 Я в него играл И да Я согласен Street Fighter 4 Играется лучше Я почему и бросил Street Fighter 5 играть То есть Мне там дали Неделю целую поиграть Я поиграл один день Я забросил То есть Я прекрасно понимаю Не только потому Что игра Стала хуже Чем предыдущая А потому что Из-за ваших Ценовых политиков Вы Выдираете Контент Который был В предыдущих играх И продаете его За отдельно То есть Взять тот же самый Tekken Джулия Чанг Армор Кинг Крейг Мардук Лей Вулонг Анна Уильямс Почему их не было В базовом ростере Почему вы Выдрали их отдельно И продаете отдельно То же самое С Тирой В Soul Calibur То же самое Сейчас В Dead or Alive 6 Нет В Dead or Alive 6 Они выдрали Нью Тенгу Они выдрали Фейс Пор И они выдрали Майши Рануи Они все были В предыдущих играх Фу блин В пятой части Они все были Причем Фейс Фор И Нью Тенгу Была в самой игре Они были доступны Изначально Они были в самой игре Вы выдрали Этих персонажей И продаете отдельно То же самое С Майши Рануи Она уже была DLC-шкой В предыдущей игре Почему я Как фанат Допустим Должен Покупать Одного и того же Персонажа По второму кругу Вот именно Поэтому я Отказываюсь Просто наотрез Отказываюсь Неважно Насколько я фанат Этого жанра Вот именно потому Что я фанат Этого жанра Именно потому Что я хочу Наслаждаться Этими играми Я отказываюсь Поддерживать Всех И Текмо И Капком И Намко И Арксистемворкс Я отказываюсь Наотрез Поддерживать Подобные Подобных издателей Потому что Это издевательство Это издевательство По отношению К игроку Это издевательство По отношению К фанатам Да Это так Что я хотел сказать Это издевательство По отношению К ко мне Как к игроку Это издевательство По отношению К ко мне Как к фанату Я этого Не приемлю Раньше И костюмы Были Внутри игры И персонажи были внутри игры. Мы их разблокировали. Да чего там далеко ходить? У меня на 3DS есть Dead or Alive Dimension. Кажется, она вышла в 2013, что ли, году или 2012. Я точно не помню. Там изначально открыто 8 персонажей. Хотя в игре их, по-моему, больше 20, я точно не помню. Всех этих персонажей нужно открывать по ходу сюжетки или проходить аркадный режим, или проходить там survival режим, или time attack, или еще что-нибудь. Потом для них нужно будет открывать костюмы и так далее. То есть игра поддерживает интерес к себе. Вот этими дополнительными костюмами, дополнительными персонажами. Ты такой, оба, я открыл нового персонажа, надо посмотреть, что он умеет, что он из себя представляет. Здесь это все спрятано за вот этой вот стеной в виде DLC, в виде денег. Это нахальство, как по мне. Это, как вот обычно Angry Joe делает. Это буквально вот шлепок тебе по роже. Хочешь играть вот каким-то персонажем, плати нам дополнительные деньги. Поверх того, что ты заплатил нам за полную игру. Я думаю, я прекрасно донес до вас мысль относительно... Это относится ко всем играм современным. К большинству, по крайней мере. Так называемым ААА проектам. Хотя из ААА здесь только Street Fighter и Stool Calibur и Tekken. Деторлайф это нифига не ААА. Если сам жанр нишевый крайне, то Деторлайф это ниша в нише. То же самое относится Guilty Gear и Blaze Blue. Далеко не все любители файтингов в них играют. Многие, кстати, до сих пор вообще не знают про их существование. Хе-хе-хе. Если уж на то пошло. Вот, пожалуйста, сценарь Анкагура. Пример нишевой игры, которая стоит немного. И в которой есть бесплатный DLC. Который раздаются периодически всем. Как я уже сказал, я один из персонажей вот так это урвал. Просто раз в неделю захожу в Steam, смотрю, опа, а вот это бесплатно надо установить. Почему Деторлайф не может так делать? Почему она не может поддержать интерес игрока к себе таким образом? Почему она должна вытягивать из вас денег? В общем, такой вот мой посыл, такая вот моя мысль. Я наотрез отказываюсь поддерживать современных издателей деньгами. Я лучше деньгами поддержу вот как раз вот таких издателей, как Exit или Tomsoft. Потому что видно, что они стараются. В самой вот этой вот игре контент и без DLC до хрена. Как бы я стримил эту игру, можете посмотреть. Она веселая, она интересная. Да, у нее есть суровые огрехи, конечно, свои собственные. Но опять же-таки это нишевая игра. Почему Street Fighter не может сделать так же? Почему они не могут на старте сделать нормальную игру с кучей режимов, с кучей контента? Почему они должны все это выдирать, чтобы потом с вас требовать за это денег? И опять же-таки это нишевый жанр. Посмотрите на тех же Battlefield, Call of Duty, всяких и других AAA-издателей. Там еще больше трэш творится. Я отказываюсь следовать моде, в кавычках. Я не собираюсь покупать все эти игры. Я не собираюсь поддерживать разработчиков таким вот образом. точнее издателей поддерживать, да. Это все издатели творят, они разработчики. Тот же скандал недавний с Metro Exodus. Они же сделали для того, чтобы денег побольше загробастить. Дипсильверами. Не важно насколько хорошая игра, если вот так вот продолжится, я буду продолжать играть в старье. В конце концов и в старье до хрена игр, которых я еще даже пальцем не трогал. Те вот люди, которые жалуются, что, мол, игр-то нет. Ребят, ну вы это, кругозор свой расширьте. Помимо Mortal Kombat'а, Street Fighter'а и Tekken'а существует и море других файтингов. У меня их в стиме что-то так 40, наверное. Раскройте глаза в конце концов. То же самое и про другие жанры, можно сказать. И это есть как и среди новых игр, и среди старых. Поэтому уж поверьте мне, я себя займу чем-нибудь. Но современные игропром я поддерживать отказываю. Думаю, все, что я хотел сказать на сегодня. Всем спасибо, что выслушали меня. Я думаю, я ответил на ваш вопрос конкретный, почему я не покупаю тот же Tekken 7, например. Задавайте, есть какие-то есть еще вопросы конкретные, задавайте, пожалуйста, я на них тоже отвечу тогда в подкасте. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо, всем спатеньки.